Меньше двух месяцев остается до начала нового отопительного сезона. В связи с этим областных властей вызывает беспокойство положений в ряде муниципальных районов. Подготовка к будущим холодам в них не дотягивает ни до каких установленных графиков, а в некоторых территориях к ситуации подключились даже правоохранительные органы. Тему продолжит Мария Иванченко. На видеосвязи с вице-губернатором Игорем Пикаловым 12 районов области. Те, где темпы подготовки жилищно-коммунального хозяйства к зиме являются самыми низкими, так как, к примеру, в Нехаево, Иловле и Рудне работа выполнена не более чем на 15%. Особенно администрацию региона беспокоит ситуация в Ольховском районе, где начало отопительного сезона может быть перенесено на неопределенный срок. Дело в том, что местные власти изначально заложили в бюджет в два раза меньше средств, необходимых для проведения ремонтных работ. Понятно, что сейчас занимаются ситуации в районе, и вы, наверное, чувствуете. Прокуратура, контрольно-счетное управление наше. Я думаю, что в ближайшее время, в течение недели, может быть, 10 дней, они эту работу завершат и представят нам свои выводы. Но за, извините, те проделки, которые администрация района в этом году вытворила, отвечать придется. Потому что я это говорил и еще раз подтверждаю, что это некомпетентность, граничащая безответственностью. По-прежнему проблемной остается и ситуация с долгами муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов еще за прошлый отопительный сезон. На сегодняшний день задолженность только перед поставщиками газа составляет почти 600 миллионов рублей. В лидерах этого списка – Волгоград и Лавлинские, и Быковские районы. По словам Игоря Пикалова, к началу нового отопительного сезона и эта проблема должна быть решена. Мы эти все случаи рассматриваем на комиссии по долгам. И планируется, ну, во-первых, мы планируем, что где-то миллионов все-таки порядка 100 районов погасят сами из этой суммы, исходя из того графика погашения долгов, который нам представили. Но я думаю, где-то под сотку мы дадим в виде финансовой помощи, в виде субсидий. В целом, готовность области к зиме Игорь Пикалов оценил достаточно высоко. В большей части муниципалитетов работы по подготовке объектов ЖКХ к будущим холодам ведутся в полном объеме и в установленные сроки. В середине октября не будет проблем с подачей тепла в Котовском, Жирновском, Новоанинском районах. У остальных территорий есть еще почти два месяца на устранение всех существующих недочетов. Мария Иванченко, Андрей Стоимин, телекомпания «Ахтуба».